Как правильно арендовать жилье в Грузии? Я вам дам свой чек-лист и по этому чек-листу вы в принципе сможете пройтись и вот арендовать себе жилье. Первое. Найдите знакомых в фейсбуке грузин. Вот если вы находитесь сейчас в России, в Белоруссии, в Украине, в Казахстане, неважно, да, просто фейсбук, там огромное. Грузины очень как-то такие дружелюбные, они очень нормально говорят, они открытые. Вот то, что у них нет дня, они без, очень, у них нет такой задней мысли, да, они там такие, там, вот поговорить, там в гости позвать, там, да, улыбнуться, на улице поздороваться. Это нормально, это вот, это, вот это Грузия, да, это то, что нам очень нравится, да, и вот здесь вы можете найти себе грузина, не знаю, у нас мы нашли себе таксиста. Вот мы приехали, таксист, и он нас возил, показывал, там, на рынке, все, и до сих пор нас возит, да, вот все, вот тут такой, свой парень в доску, да, и он на грузинском говорит, то есть, если вы найдите себе грузина, то есть, по, там, не знаю, по фейсбуку и начните с ним дружиться, это вот важное правило, не агента недвижимости, а просто грузина, с которым вы приедете и будете смотреть жилье. Дальше, второе, когда приезжаете, сразу не снимайте на месяц, там, или на год, нет, поставьте себе минимум программы, да, пожить в трех, в трех районах, допустим, в Тбилиси, пожили в одном три дня на аирбенбе сняли, поездили, в другом три дня поездили, в третьем три дня поездили, десять дней уже, в принципе, вы будете ориентироваться по районам, по транспорту, по такси, по тому, как вот, насколько вам важно, что там, да, тишина, либо там, какой-то, там, детский дворик, либо, там, спортивный центр, либо, там, не знаю, торговый центр, да, опять же, поживите в разных местах, важно, вот, просто поживите, я бы, вот, была моя, я пожил бы там неделю, там неделю, там неделю, да, опять же. Третье, арендовать на год в идеале через месяц, то есть, когда вы пожили, то есть, вы заключили предварительное соглашение, да, опять же, сняли на месяц квартиру, а потом договариваетесь на год, не наоборот, потому что очень, то есть, за месяц, да, ну, давайте так, за неделю вы узнаете очень много, за две вы узнаете архи много, а за месяц вы будете знать все, вы уже будете знать соседей, вы поговорите, уже в магазин зайдете, послушайте сарафанное радио местное, там, где, как, что, узнаете все о жизни ваших соседей, о братьях наших меньших за окном, уже будете в курсе всего и примите взвешенное решение, либо по аренде, либо сбросите цену, потому что вы уже будете знать нюансы, которые влияют на эту цену. Дальше. Четвертое, это хозяева, вот я не устаю говорить и повторять, что хозяева, это очень и очень важно, это вот, Грузия, это люди, а аренда, это хозяева, вот представьте, когда вы арендуете надолго и хозяин получается, ну, мягко скажем, неадекват, да, вы будете не очень, а вот вместе, говорится, когда женишься тоже, ты женишься на теща, там, условно, там, да, в этом случае, когда вы снимаете квартиру, вы дружитесь с хозяином, то есть, у вас с хозяевами должно быть отношения, ну, такие полудружеские, это классно. Дальше. Следующий момент, учитывайте дополнительную стоимость, потому что очень часто вы думаете, что, допустим, там, дом, это тысяча долларов в месяц и все, а потом оказывается, дом, это тысяча долларов, плюс, там, двести долларов, там, газ, сто долларов свет, там, интернет, там, еще, там, туда-сюда, там, потом еще это, там, еще это, там, еще там, тут-то и уже получается полтора, поэтому всегда считайте полную стоимость и сможете ли вы это подтянуть и где можно просесть, где можно упасть. Следующий момент, что я советую по чек-листу, не смотрите на бытовую технику. Бытовую технику проще купить под себя и потом, в принципе, ее, там, допустим, если вы в этой квартире не хотите, то проще ее перевозить, ну, или продать, потому что тут огромное количество барахолок, все нормально продается, переподает, то есть, вот, второй рынок тут очень хорош, вторые руки, то есть, если вы, условно, давайте посчитаем, чтобы вам было просто. Холодильник. Мы приняли решение купить холодильник за, там, условно, тысячу долларов. Мы купили себе большой, офигенный холодильник, Тошибу большую, там, да, за тысячу долларов. Как я посчитал? Что, если мы, этот, то есть, грубый холодильник, готов ли я отдавать за холодильник, там, восемьдесят долларов в месяц? Наверное, нет, да, подумал я. Но, с другой стороны, если я куплю хорошую модель холодильника с гарантией и буду к ней бережно относиться, то я смогу ее продать в два раза меньше цены, ну, если он будет еще на гарантии, правильно? Правильно. Соответственно, с тысячи долларов в холодильник я продам его за пятьсот, условно, да, тогда уже цена за месяц, то есть, если я беру себе холодильник с расчетом на год, делится на два, то есть, пятьсот долларов на двенадцать, получается, меньше, там, сорока долларов. И теперь вопрос тривиальный. Готов ли я отдавать с бюджета сорок долларов в месяц за то, чтобы у меня был классный, большой холодильник и все было свежее, вкусное, сохраненное? Ответ – да. Все. Вот такой простой расчет, и я не беру микроволновку. Друзья мои, если вы снимаете квартиру на год и ходите, думаете, «Вау, микроволновка, тут нету так дорого», сто долларов. Мель, то есть, готовы ли вы отдавать себе, вот там, убрать с бюджета восемь долларов, чтобы у вас стояла нормальная микроволновка? Готов. Покупайте, не парьтесь. Поэтому так. Ну, и еще маленький совет, когда я снимаю квартиры, там, на неделю, на две недели, и у меня смутное сомнение, я всегда оплачиваю квартиру через банк. Тут есть TBC-банк, Банк Грузии, и, в принципе, у них очень нормальные интернет-банкинги. И для чего я это делаю? У любого гражданина Грузии есть какой-то счет в банке. И лучше всего потерять, там, один-два лара, перечислить им на банковский счет, но у вас будет бумажка о том, что вы передавали вот такую-то сумму этому человеку, то есть, от вас этому. Это, ну, меня это успокаивает. Я думаю, что их это дисциплинирует. В рынках нам очень помогло, да, потому что, когда мы говорили, там, это был аргумент, потому что мы оплачивали квартиры строго по банку, то есть, в принципе, хорошо. Итак, чек-лист. Как правильно арендовать жилье в Грузии? Первое. Найдите знакомых в Фейсбуке, прежде чем сюда приехать, которые говорят на грузинском языке. Подружитесь, познакомьтесь, они вам помогут. Грузины, они очень дорожелательны. Второе. Приезжайте, снимайте лучше три раза, там, лучше пять раз, разные районы. Пожили, чтоб везде, там, по три дня вам хватит. Неделю за глаза вообще. А потом принимаете, потому что многие приезжают, снимают квартиру и потом пожинают плоды, там, ходят, там, типа, у вас отдых, уже не отдых. Вот. Арендовать на год надо через месяц, то есть, месяц пожили, потом приняли решение взвешенное, да. Внимание на хозяевов. Учитывайте дополнительную стоимость, очень важно, потому что бывает так, что здесь, ну, до просхода, которые вы не… То есть, мы, когда снимали жилье в Минске, или в Москве, или в Польше, у нас не было, там, у нас было коммунальное, но у нас не было в коммунальных, там, не знаю, двести пятьдесят долларов. Понимаете? Вот, не было. А дом – это дорогое удовольствие. Дальше. Бытовую технику проще купить, но и оплачивать лучше через банк. Пара-бара-бам. Если есть вопросы, пишите под этим видео, приходите к нам в Фейсбук, на канал «Сто по сто». Есть такой вот каталог, который называется «Мадлоба», да. Там есть и агентство недвижимости, и салон красоты, и магазины. Очень классный каталог, рекомендуем всем, потому что там действительно удобный выбор услуг в Грузии. Это то, чего нам не хватает до сих пор. Вот. Всем спасибо, всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова